Молодость это скорость, энергия, яркие краски и впечатления. Все это можно сказать и об автомобилях. Именно поэтому в канун Дня молодежи на главной площади Заречного состоялось автошоу. Уже не первый раз одно из самых эффектных и зрелищных мероприятий организует молодежно-досуговый центр «Ровесник» и автоклуб «20-я дорога». Сейчас пройдут соревнования по фигурному вождению и параллельно автоэкзотика. Это приурочено ко Дню молодежи. Ну вообще соревнования по фигурному вождению просто для обычных горожан, для обычных водителей. На один вечер площадь Ленина стала автотреком и выставкой под открытым небом. Под обвесами и боевой раскраской даже знатоки с трудом угадывали родовые черты известных автобрендов. Рев моторов перекрывали киловатты звука из мощных сабвуферов. А для тех, кто уверен, что машина в первую очередь средство передвижения, прошли соревнования по фигурному вождению. Принять в них участие мог любой желающий автолюбитель. Или автолюбительница. В соревнованиях на тех же условиях, что и мужчины, боролись и представительницы прекрасной половины человечества. На мой взгляд, это не зависит от того, мужчина, женщина ли. Я думаю, что так же, как и в любом другом деле, есть те люди, которые умеют это делать хорошо, есть люди, которые не умеют. Это не зависит от пола. Участникам предстояло пройти полосу препятствий, которую создали организаторы. Главное условие – сделать это быстро и без ошибок. По результатам соревнований третье место в фигурном вождении занял Денис Круглов. Вторым стал Виктор Куликов. А звание чемпиона завоевал Роман Филимонов. Организаторы пообещали, что автошоу на центральной площади Заречного станет традиционным праздником. Но когда состоится следующий, пока держат в секрете. Александр Абаимов, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».